Громко, быстро и за 40 секунд. Таковы требования к первому городскому турниру «Скорость чтения». Организаторы библиотеки «Бестселлер» и «Центральная» имени Гоголя. Конкурс аналог телевизионного проекта «Голос». Чтение произведений члены жюри слушали вслепую. Самые яркие участники заставили к себе повернуться. Я им почти не пользовался. За свой долгий век зеркало порядком помутнело. Отражение у меня получалось всегда слегка расплывчатым. От ярких выступлений кресла поворачиваются. Все как в шоу «Голос». Чтобы произвести впечатление на жюри и зафиксировать личную скорость чтения, дается 40 секунд. Текст, который неизвестен заранее, нужно прочитать не только быстро, но и выразительно. Она произносила это как бешеный чёрт. Непривычная для слуха «А» в первом. Ну, я не могу похвастаться тем, что я какой-то меланхоличный человек. У меня всегда эмоции по максимуму. В чтение я просто вкладываю то, что я представляю перед собой. То есть, картинка передо мной какая-то появляется при прочтении. И я пытаюсь максимально с разных сторон преподнести слушателю. 30 участников в возрасте от 14 до 35 лет. Что читать, решает жеребий. В списке литературные произведения современной отечественной прозы – Глуховский, Щербакова, Варламов, Рубина, Прилепин – вспомнили и знаменитого классика 20 века. Мастер-классы быстрого прочтения показал Алексей Колодежников. Наизусть – Высоцкого. Взвелся бывший алкоголик, манерщинник, негревольник. Надо выпить треугольник. На двоих его, даешь? Разошелся, так и сыпит. Треугольник будет выпить. Будь он параллелепит, будь он не руки, треугольник. Абсолютный максимум за 40 секунд показала Кристина Сырицына. 137 слов. Нам нравятся старшились. У вас что-нибудь было бы неинтересно. Ну, разве, если они объединялись просто в его творите, тогда да. Первое – это, конечно, прочитать быстро надо было. Ну, и каким-то задним планом все равно сюжет-то откладывался. Я, когда для себя читаю, то, естественно, я не ставлю рекорды скорости просто так вот для удовольствия. Я мог протаратурить, в принципе, но я подумал, что я по развязи не буду там как-то эмоции свои выражать. В жизни любишь читать? Читаешь? Обожаю. Научно-популярную литературу. Художественную не очень. У некоторых участников настолько эмоции превосходили то, что они читают на самом деле. Не зная текста, введя его первый раз, это очень приятно. Ирину Крупинкину, Павла Варенцова и Елену Подольскую развернули своим чтением 16 участников. В мае они сразят и за путевку в финал. Он пройдет в сентябре. Тогда самый быстрый чтец в городе получит ценный приз. Марина Хохлова, Владимир Богомолов, Вестник, Северодвинска.